набу сытник зеленский сытник забил набу и так может ли стать набу зеленым не верится не может ведь это национальное антикоррупционное бюро она вне политики может ли сытник стать забилом не верю глава глава такого бюро такого органа он также вне политики поэтому постараюсь без матов друзья всем привет меня сегодня шокировала такая новость отличная такая новость с которой я не смог с вами не поделиться новость касается работы такого важнейшего органа в украине как набу борьба с коррупцией которых вышла на новый новейший уровень значит сотрудники набу провели супер операцию супер расследование которая не имеет аналогов во всем мире и так внимание у нардепа бпп дмитрия белоцерковца вернее у экс нардепа бпп дмитрия белоцерковца нашли сотрудники набу нашли незадекларированные памперсы ребенка а теперь немножко о хочу чтобы вы оценили высочайший профессионализм доблестных борцов с коррупцией следователей набу которые смогли отследить и расследовать поступление такую себе интернет доставку пальперсом в дом мамы белоцерковца где на тот момент находилась его жена и ребенок теперь набу вменяет нарушение белоцерковцу на сумму 38 миллионов гривен по декларации это составляет стоимость маминой квартиры которую белоцерковец якобы должен был внести в декларацию только потому что у мамы слушайте внимательно гостевали его жена и ребенок и туда были доставлены по заказу там через ней рай какой-то интернет магазин памперсы друзья хочу зачитать публикацию белоцерковца сегодня вот девять часов назад он вышел пост у него значит читаю политика зашла и в набу подтверждение того что этот орган пытается использовать пытаются использовать для политических репрессий в борьбе с теми кто против мне выдали подозрение в недостаферной информации и декларирование большее что могло бы предъявить мне даже с лупой в руках придумать не смогли подозрение касается того что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились моей матери с целью присмотра за ребенком я не указал в деклар а я это не указал в декларации как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов и при этом что была пройдена полная проверка на зэка куда я отправлял письмо с целью понять а нужно ли было это декларировать на что получил четкое разъяснение в результатах проверки проверка на зэка нарушений в моей декларации не выявила а это тот орган который должен оценивать юридическую позицию в таких производствах вину не признаю и видимо через такие смешные элементы борьбы нужно пройти воспринимаю это как элемент политического давления на мэра столицы виталия кличко серьезно воспринимать такие обвинения не могу хотя и стараюсь даже детектив набу назвал меня потерпевшим а я добавил политически ребята вы представляете себе вообще вот эту всю ситуацию значит следователи то есть понятно я где-то уже месяц назад писал о том что пошла серьезная травля на команду кличка идет полнейший саботаж и травля пошла и на чернушном рынке по полной программе то есть пытаются всячески дискредитировать всю команду кличка вот белоцерковец один из приближенных к виталию кличку к нашему мэру и соответственно пытаются бить и по нему но обратите внимание какой ценой и их ну какие методы в представьте ситуацию вы гос чиновник вот у вас маленький ребенок ну маленький я не знаю сколько у белоцерковца ну сколько ребенку белоцерковца лет но я понимаю что если ребенок носит памперсы то это наверное до трех лет до логически если подумать вот представьте растет ребенок идет какой-то воспитательный процесс есть одна бабушка вторая бабушка есть дяди тети третьи лица четвертые лица и представьте ваша супруга может быть и куда-то нужно по делам и нужно чтобы бабушка посмотрела за ребенком и еще что-то неважно едет в гости привозят в гости и туда через интернет магазин до сидят вот там может бабушка может не бабушка может даже дима белоцерковец понимая что ребенок у бабушки нужны памперсы жена звонит дима у нас памперсы закончились и дима говорит сейчас 5 секунд я быстро по интернету закажу и вам сегодня там в течение двух-трех часов доставят он звонит в интернет магазин на этот адрес доставляется доставка исследователи набу представляете как глубоко копнули что они обнаружили вот этот заказ такой страшный заказ заказ памперсов на адрес они находят этот заказ разбираются что это были памперсы куда они были доставлены кто звонил и так далее так далее и соответственно вот эта квартира которая на которую были доставлены памперсы вот по логике следователей набу это была квартира в которой я так понимаю они доказывают что жила там семья у мамы жила понимаете да то есть в гости приехать она не могла представьте если бы жена с ребенком приехала к подруге и на адрес подруги были доставлены памперсы это получается что белоцерковец должен был внести декларацию подруги своей жены квартиру подруги своей жены в свою декларацию внести ребят я более страшного расследования набу которая она даже не могло присниться даже в самом страшном сне артем сытник у вас там в набу все уху ели уху ели я хочу закончить на том что обратиться к артему сытнику с таким вот требованием значит два требования артем сытник слушайте внимательно первое запатентуйте пожалуйста эту супер операцию набу назовите его памперс ну запатентуйте потому что аналогов вашему сегодняшнему расследованию просто в мире нет честно даже не хочу спрашивать сколько времени потратили следователи набу чтобы проследить звонок в интернет-магазин движение памперсов по адресу может быть ваши следователи даже пытали доставщиков где-то может быть надо вот спросить может быть в интернет-магазине розетка не пропадали ли у них последнее время из колл-центра люди которые сидят на заказах те кто доставку и занимаются потому что ну есть как бы какие-то тайны и в бизнесе и в торговле есть клиентская какая-то базу которую вам пришлось вашим вот этим вот супер следователем раскрыть да вот поэтому запатентуйте пожалуйста это это вот серьезный совет да это супер операция не имеющая аналога в мире назовите пожалуйста операция набу памперс вот и второе такое вот требование просьба прямо таки наградите артем светит наградите ваших сотрудников набу следователей которые занимались этим расследованием орденом наверное сутулова первой степени вот ну и желательно с такой вот закруткой на спине а вот а вообще друзья белоцерковцу вручили подозрение по статье 366 часть 1 уголовного кодекса украины поэтому я не знаю смеяться или плакать у нас набу реально позеленело у нас набу для того чтобы забил и вот этот ткаченко которого толкают на мэра киева там все остальные вот эти лысые не лысые и так далее для того чтобы забил и у нас захватили и киев у нас сейчас набу исполняет вот такие вот дебильные задачи дебильные задачи представляете как копали человека который извините переселенец севастополя не какой-то ватник не какой-то сепар вспомните кто такой белоцерковец как он из своего родного города вынужден был бросить все и приехать в украину отстаивать нашу в нашу позицию он патриот и посмотрите как вот эти вот зеленые бляди и в набу сейчас его херячат доставка памперсов к маме и декларация 3 и 8 миллионов не вписанная квартира мамы только потому что туда доставили памперсы для ребенка ребята всем успехов делитесь делитесь этим видео мы должны хоть как-то пытаться бороться с этим забилизмом который сейчас происходит все что мы имеем это камера наше перо и наше слово поэтому делитесь этим видео пусть как можно больше людей в украине видят во что с новой властью забило у нас превратился такой серьезный орган который называется национальное антикоррупционное бюро украины друзья всем пока